всех приветствую продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографии харрисон фишер американский иллюстратор родился в бруклине 27 июля 1875 года начал рисовать в раннем возрасте и его отец и дед были художниками фишер провел большую часть своей юности сан-франциско и учился в ассоциации искусств сан-франциско в калифорнии учился у амадея джоулина 1898 году вернулся в нью-йорк начал свою карьеру иллюстратор газет и журнал стал известен в частности своими рисунками женщин которые принесли ему признание как преемнику чарльза дана гибсона вместе с коллегами художниками городом чарлером кристи и нейсой макмейн он входил в жюри конкурса славы и удачи журнала классика кино работы фишера регулярно появлялись на обложке журнала космополитен сначала 1900 годов до его смерти оливер оп критик писал в то время когда средняя заработная плата женщины составляет приблизительно 5 долларов в неделю девушки изображаемые фишером живут в роскоши в особняках нью-форте играет в теннис или путешествует с нашими автомобильными миллионерами загородные клубы период с 1907 по 1114 год девушки фишер в кавычках были много раз изданы в виде почтовых открыток и альбомов по искусству а сам он получил прозвище отца тысячи девушек хрисон фишер никогда не был женат его спутницы и музой было кэт клемманс она исполняла обязанности секретаря художника именно ее лицо имеет большинство утонченных образов американской леди начала 20 века художник при жизни получал хорошие гонорары поэтому эксперты посчитали после его смерти что стоимость самих акварелей не может быть высокой и оценили более 900 графических листов примерно в тысячу долларов родственник художника которому досталось это наследство отобрал сотню понравившихся ему иллюстрации остальные попросту жжем поэтому многие работы харрисона фишера мы можем видеть только благодаря сохранившимся журналом альбом и постер умер художник 19 января 1934 года вот так вкратце из переводной википете о харрисоне фишере американского иллюстратора пока пока до свидания смотрим а работ а а а а и а и и и Субтитры создавал DimaTorzok